Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Его целью в глобальном масштабе является повышение осведомленности людей о ВИЧ-инфекции, а также демонстрация международной солидарности в противодействии эпидемии. Красную ленточку, как символ поддержки людей, которых затронула эпидемия ВИЧ, наденут и таджикистанцы. Из года в год в республике улучшается доступ населения к тестированию, что увеличивает выявляемость ВИЧ-инфекции. Однако число заболевших в республике с каждым годом растет. Тему продолжит Камарях Рор из Саддийской области. Бахром – это вымышленное имя 40-летнего жителя города Худжанд. Он живет в ВИЧ уже 9 лет. О том, что у него вирус иммунодефицита, мужчина узнал в тюрьме. Мир в одну секунду рухнул, все вокруг стало черно-белым. Но после освобождения он встретил людей, которые поддержали его в трудную минуту. Они были тоже ВИЧ-положительные. Они были веселые, радовались жизни и помогали таким, как Бахром. Теперь он посвятил все свое время сотрудничеству с центрами здоровья и общественными организациями, чтобы информировать людей об этой болезни. Я познакомился с хорошими и добрыми людьми, которые помогли мне понять, что мы должны все вместе бороться с этой мировой проблемой. В Таджикистане фактическое число людей, живущих с ВИЧ, по данным Республиканского центра по профилактике и борьбы со СПИД, на 1 октября 2015 года составило 5952 человека. За 9 месяцев этого года выявлено 844 новых случая ВИЧ, более чем 60 новых случаях ВИЧ-заражение произошло половым путем, говорит Абдукарим Абдулаев, директор центра СПИД в городе Худжанд. По показателям эпидемиологических проверок и после тестовых консультаций за 7 месяцев 2015 года в Сахдийской области были зафиксированы и взяты под контроль 195 людей, инфицированных ВИЧ. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ВИЧ-инфицированных было зарегистрировано 158 человек. Конечно же, рост числа заболевших не является хорошим показателем, но тот факт, что мы их выявляем на раннем сроке, дает нам надежду, что мы сможем им помочь изберечь окружающих людей от дальнейшего инфицирования. Специалисты наркологического центра Сахдийской области утверждают, что число заразившихся ВИЧ-инъекционным путем по сравнению с двумя прошедшими годами уменьшилось. Это отчасти заслуга сотрудников наркологических и информационных отделов по области. Наравне с регистрацией наркозависимых людей они также бесплатно раздают одноразовые шприцы, презервативы, а также другие медицинские принадлежности, отмечает Бахтиюр Сатуров, главврач наркологического центра Сахдийской области. Если раньше инфицирование больше всего проходило инъекционным путем у наркоманов, то сейчас, по официальным сведениям, первое место занял путь передачи ВИЧ при половых или сексуальных контактах, что составляет в Сахдийской области почти 72%. Около 20% составляют нестерильные инъекционные инструменты. Чтобы остановить распространение ВИЧ, необходимо противодействовать этому заболеванию на всех уровнях и во всех сферах общественного развития, утверждает журналист Абдусабур Абдувахоб. В профилактике ВИЧ, особенно среди подростков и молодежи, неоценима роль родителей, педагогов, воспитателей, спортивных тренеров и известных спортсменов, популярных эстрадных исполнителей, шоуменов и, конечно же, работников сферы здравоохранения. Если сегодня посмотреть на наше общество, мы можем увидеть, что молодежь выбрала правильный путь. Посмотрите, сегодня молодежь обратилась к религии, и число тех, кто ходит в мечеть, увеличивается. Молодежь меньше стала употреблять спиртные напитки. Однако мы наблюдаем, что число ВИЧ-инфицированных в обществе возрастает. Я думаю, что центры по предотвращению и борьбе с этим заболеванием не работают в полную мощность. Им пока не удается направить молодежь в правильное русло. Ильхом Училов, представитель общественной организации ДИНА в городе Худжанд, считает, что одна из причин заболевания – это отсутствие информированности среди молодых людей, которые не знают о методах и способах предупреждения заражения ВИЧ. У нас появились новые традиции. Допустим, ребята, окончившие 11 класс, считают себя очень взрослыми и на выпускной вечер приглашают проституток. Скажем, в классе 12 ребят, то, предположим, если у восьми из них была интимная связь, то они оказываются, конечно же, в группе риска. В группе риска сегодня и трудовые мигранты. Большинство из потенциально инфицированных узнали свой ВИЧ-статус путем тестирования. Некоторые получали лечение против СПИДа, однако результаты пока оставляют желать лучшего. Репортаж подготовил Камари Ахрор, Сагдийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была шкода Цель Назарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.net Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.